На скамье подсудимых мужчина, которого обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии обвинения, подсудимый совершил разбойное нападение и убийство своей бывшей невесты, узнав, что в ее доме находится украденная икона, ранее принадлежавшая его матери. Защита отрицает вину подсудимого, в чем истинная причина преступления. Подсудимым, встаньте, пожалуйста. Назовите свое имя. Фролов Геннадий Юрьевич. Где и когда вы родились? Фролов Геннадий Юрьевич. Родился в деревне Березино в 1985 году. Где вы зарегистрированы и где проживали до заключения под стражу? Город Находка, улица Пушкина, дом 3, квартира 55. Чем занимались до заключения под стражу? Укажите рот ваших занятий. Служил моряком на рыболовецкой судне. Копию обвинения в заключении вовремя получили? Да. Вовремя. Присядьте пока. В качестве потерпевшего в заседании принимает участие муж погибшей, это Кощетков Иван Степанович. Вы присядьте пока. Уголовное дело рассматривает федеральный судья Шалаев Александр Владимирович. Государственное обвинение поддерживает прокурор Игнатьев Алексей Михайлович. Защиту подсудимого осуществляет адвокат Романова Екатерина Эдуардовна. Протокол судебного свидания ведет секретарь Лопатская Наталья Владимировна. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Ваше право в процессе. Вы имеете право знать, в чем обвиняетесь, знакомиться со всеми материалами дела, делать из него выписки, снимать копии, представлять суду доказательства, активно участвовать в судебном разбирательстве, пользоваться услугами профессионального защитника, обжаловать действия решения суда, обжаловать приговор, если таковой состоится. Вам понятно права? Понятно. Присядьте. Судебному следствию я объявляю открытым. Слово предоставляется прокурору Игнатьеву. Слушаем вас. Благодарю вас. Уважаемый суд, 5 ноября 2008 года в частном доме в деревне Березино Тульской области был обнаружен трубка Чудковой Веры Михайловны. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, смерть погибшей наступила в период с 20 до 24 часов 2 ноября в результате проникающего колота резаного ранения живота с обильной кровопотери. Из дома была похищена икона 19 века стоимостью 25 тысяч рублей и сумма денег в размере 50 тысяч рублей. Ряд 2008 года. В этот день где вы находились? Что делали? Докладывайте суду. В этот день я вернулся на свою малую родину. Это в районе 5 часов вечера. Но пожалел о том, что вернулся. Я тоже жалею о том, что вы туда вернулись, судя по последствиям. Но вы нам можете пояснить, здесь чем у вас такие сожаления о возвращении на свою родину? Я 5 лет не был дома, потому что как в 2003 году ушел в армию, так меня домой как-то не случалось. То одно, то другое. И получилось, что я отслужил 2 года и на Дальнем Востоке остался. Там у меня была возможность работы. Я считаю, счастливый случай, потому что у меня в деревне я не могу найти работы. Я устроился на рыболовецкое судно моряком и 3 года рыбачил. К чему же вы вернулись-то? Фирма, которая держала наши рыболовецкие траулеры, она разорилась и судно забрала, нас всех уволили. Но, к счастью, заплатили нам за последний рейс всему экипажу. Ну вот я тогда принял решение ехать домой, в деревню Березина. И, ну, когда увидел то, что увидел, я пожалел, потому что лучше бы я лесорубом пошел бы. Мне мужики звали на Дальнем Востоке. Так поясните суду, что вы увидели, когда вернулись в Березина? Что ждало вас на родине? Я увидел руины своего дома. Я объясню. Ну, прикиньте, у меня в 2007 году умерла мать. Мамаша у меня померла, а я не смог приехать на похороны, потому что был в рейсе. И когда приехал, мне сообщили, она уже как месяц была, царство и небесное, захоронена. Ну, оставила родительница моя дом. Я, конечно, предполагал, что за год без хозяина с дома может что-то случиться. Но не до такой же степени. Либо по морям с рублем длинным гоняться. Слушай, я твоего сейчас мнения не спрашиваю, ладно, что делать? Вот до другого хозяйства, до чужих... Не пререкайтесь, не пререкайтесь. Так, к порядку, к порядку, пожалуйста. И вы, по сути... По сути дела, я увидел не свой дом, который оставлял, когда уезжал, а руины. Ни окон, ни дверей, крыши даже не было. Все разобрано, как будто фашист прошел. Но это не фашист. Это мои односельчане, земляки. То, что увидел, меня так разозлило. И я пошел к соседке хоть узнать, как, чего было. Ну, узнали. Но надо ей сказать спасибо. Она меня хоть как-то напоила, накормила, рассказала все, как было. И уже после этого я уже пошел к Кочетковым. Имя соседки, назовите, как ее звали? Бабзина Болотникова. И я пошел уже тогда после нее к Кочетковым. Это было уже достаточно темно. Девять часов вечера. Зачем вы к Кочетковым пошли? Да разбираться он к верке моей пошел. Он еще дарами гулял с ней. А ты думал, Бабзина, видать, рассказала, что она замуж за меня вышла. Вот он и пошел, пока меня дома нет разбираться. Ваша честь, я, да, должен признаться, у меня, да, были отношения с Верой до того, как я уехал в армию. Но пять лет прошло. О каких отношениях можно говорить? Скажите, пожалуйста, подсудимый, так Болотникова не рассказала вам о замужестве Кочетковой? Да, она сказала, что она вышла замуж, я в подробности не вдавался. Она сказала, что вот этот мародер у моей матери из дома икону спер. После, сразу после ее смерти. Вот это она сказала. А много твоей Бабы Зина знает, я не мародер, я эту икону купил. Но у вас никто... Купил у мамы твоей. Потерпевший, мы вам дадим слово. Не мешайте пока допрос, подсудимый. У меня еще будет вопрос. Да, конечно. Спасибо. Что же произошло, когда вы пришли в дом Кочетковых? Я постучал в дверь, вера мне открыла. То есть вы утверждаете, что погибшая добровольно открыла вам дверь? Да, так и было. Так и было. Мы с ней спокойно поговорили, она отдала мне икону и все. Я забрал у нее икону и ушел, она сама мне отдала икону. Ага, сейчас будет моя жена отдавать икону кому не попадя. Может она и 50 тысяч тебе отдала, которые я на удочках заработал, а? Сама, в память былой любви. Нельзя садиться, пока вам сутка. Потерпевший, я вам еще одно замечание делаю. Мы вас, конечно, не лишаем такого права, но вот так вот мешать допросу непозволительно. Я честно говорю, все как было. Я хотел уже уходить. Она вдруг сказала, что ее муж прибьет, если узнает, что икону отдала. Я ей предложил деньги. Вы ей давали деньги, в руки передавали? Она гордая, она деньги не взяла. Ну да, в руки она взяла деньги. А в руки, то есть она брала их? И потом вернула. Сколько денег вы ей давали? 7 тысяч. 7 тысяч рублей. Понятно. У меня нет вопросов к подсудимому. Мне его версия ясна. Расскажите, пожалуйста, мне еще не все ясно. Как вы добирались до города Тулы? Уже автобусы не ходили. Да, было поздно. Там 10-й час, и последний рейс уходит от соседнего села в 8 часов. И у нас в деревне глухие места. А я через лес 3 километра до... Населенный пункт назовите. Он с трешня. С трешня. И потом поймал машину на шоссе и все, и поехал домой. К Тулу. Я извините, я это... Можно сяду? Ну, подождите. Секундочку, секундочку. У меня нет вопросов больше к моему подзарщику. У прокурора вопросов нет вопросов. Присядьте под судимый. Переходим к допросу. Посмотрю, это Генка. Там его мамаша жила. Так она год назад померла, и он даже на похороны не приехал. Да я в море был. Как я мог приехать-то? А я потом уже узнал после месяца, после окончания, как похоронили. Я приехал, и зрители сразу мне сказали. Не мог я никак приехать. Да я что, говорю что ли? Не поспел, значит, не поспел. Действительно, в логику обвинения не вписалось множество фактов. Защита хотела об этом говорить. Я хотела выступать, ломать копья. Но это сейчас все не нужно. Я очень рада, что обвинение отказалось от того, чтобы обвинять моего подзащитного. Ничего больше сказать. Подсудимый, встаньте. Вам представляется последнее слово. Я в процессе следствия говорил, что я... Мне в первую очередь жалко, жалко веру, потому что, ну, какие-никакие отношения у нас были. И... Все. Спасибо. Суд далее. Прекратить уголовное преследование Фролова Геннадия Юрьевича по обвинению в убийстве, сопряженной с разбоем и разбой, с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. Материал уголовного дела передать в Следственный комитет при Генпрокуратуре для установления лица, причастного к преступлениям. Отменить меру пресечения Фролову, освободив из зала суда немедленно. Постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 суток в вышестоящий суд. Прошу садиться. Суд прекратил уголовное преследование в отношении Фролова, но не прекратил уголовного дела. Следственному комитету предстоит разобраться в данном деле и установить лицо, которое причастно к убийству. А Фролова сегодня суд освободил. Я могу идти. Вы свободны. И другого не дано, потому что законодатель определил в уголовно-процессуальном законе, если государственный обвинитель отказывается от государственного обвинения, то суд обязан это уголовное преследование прекратить. На этом судебное седание объявляю закрытым. Продолжение следует...